Музея. Здесь у нас представлена реконструкция рыцарских доспехов Тертонского ордена. У нас в городе существует много клубов исторической реконструкции. Реконструируют и наполеоновские войны, допустим, и рыцари Тертонского ордена. И вот здесь можно проследить, во-первых, эволюцию доспехов, и можно увидеть, какими рыцари пришли на эту землю, рыцари Тертонского ордена. Вот первый доспех, так рыцари выглядели в XIII веке. Обратите, пожалуйста, внимание, что весь рыцарский доспех, весь костюм состоит из кольчуги. Это кольчужный капюшон, кольчужные варежки, кольчужные чулки. И рыцарь состоит из кольчуги все. Это все реконструкция. И на голове у рыцаря такой небольшой ветрообразный шлем с прорезями для глаз. Если кто-то задевал этот шлем в бою, то прорези для глаз могли оказаться на затылке. Рыцарь мог ничего не увидеть перед собой. Ну и у рыцаря есть шлем. И везде на одежде, и на щите у него черный крест на белом фоне. Это все символы Тертонского ордена. Ну и можно увидеть, проследить, как же этот доспех изменился уже к концу XV-начала XVI века. У рыцаря уже появляется двуручный меч в руках, у него уже нет щита, он уже и защищается, и нападает только этим мечом. Подобные доспехи использовались и в боях, и на турнирах. Ну и самая известная битва произошла в 1410 году, Грюнвальдская битва. Можно тоже увидеть, как выглядел рыцарь в этой битве. У него такой необычный шлем под названием Худсфоги, что в переводе означает «собачья морда». Если сбоку посмотреть на этот шлем, он действительно похож на собачью морду. Такой тип шлема необходим был рыцарям, чтобы если кто-то попадал копьем в его шлем, то копьем просто проскальзывало мимо. Ну и здесь у нас еще представлены соперники Этитонского ордена. Это рыцарь Королевства Больского и Великого Княжества Литовского. У нас есть еще витрины с оружием. Здесь можно увидеть, например, такой кинжал внизу в центре под названием «Миссерикортия» или «Кинжал милосердия». Вот если рыцарь был между жизнью и смертью, он мог попросить лишить себя жизнью. Таким кинжалом, такой кинжал прокалывал кончугу. Есть у нас здесь еще, например, двуручный меч плавевидной формы. Считалось, что такое оружие наносит больше сопернику ранений. Есть у нас еще в этом рыцарском зале арбалетчик. Здесь есть большой щит, за которым он прятался, скрывался. У арбалета стрелы называются болтами. Здесь вот есть его стрелы. И у него тоже необычный шлем для того, чтобы стрелы, когда сверху падают на арбалетчика, они его не задевали. И здесь вот тоже практически бронежилет у арбалетчика. В соседнем зале можно либо взять, попробовать подержать оружие. Меч, щит, либо шлем, если у кого-то есть желание. Вот у нас в этом зале еще представлены, например, сундуки. Вот на таком большом сундуке рыцари могли даже спать. Не просто хранить там вещи, но и спать. Можно взять в руки щит, либо меч и попробовать надеть шлем, если у кого-то есть желание. И когда люди въезжали и выезжали в Кёнигсберг, они проезжали обязательно через эти ворота. Город Фридланд. Поэтому и ворота получили название фридландскими. Фридландские ворота. И сейчас мы с вами находимся в так называемом караульном помещении фридландских ворот. И самого названия понятно, что когда-то здесь располагалась караульная служба, которая следила за тем, кто въезжает, кто выезжает из города. И у нас сохранилось, например, окно, через которое можно было следить за проезжей частью ворот, чтобы смотреть, кто же выезжает в город. И в этом караульном помещении еще сохранился камин, который служил для обогрева помещения, чтобы люди, которые здесь находились, не замерзали. И каждый Новый год мы еще делаем выставку лето-елочных украшений. Стараемся обретить елку украшениями, елочными украшениями из нашего детства. Ну и самые старые елочные украшения из ваты представлены в витринах. И также есть картонажные украшения из картона тоже. Из ваты украшения делались в основном вручную. Процесс пытались механизировать, как-то наматывать вату, но в основном все равно делались вручную украшения. И нам очень много дарят старых елочных украшений, лето-украшений. Ну и музей у нас состоит в основном из экспонатов, которые подарили нам сами люди, сами жители города. Так вот, вручную у нас стоили кирпича, но мы собираем коллекцию кирпичей. У нас есть кирпичи с самыми разными племами, и в том числе есть кирпичи с отпечатками лав животных. Когда-то кирпичи сушились прямо на улице, на солнышке, и вот животные могли оставить свои отпечатки. Особенно в цене из кирпичи с отпечатками лав молчится. Считалось, что такой кирпич приносит хозяину храбрость и смелость. Вот. Ну и здесь у нас представлено то, что помогало на кухне хозяйке. У нас, например, есть вафельница, на которой написан рецепт с вафель. Вот. Есть, например, такой механизм для очистки яблок. Сюда натыкали яблоко, и так вот его очищали по кругу. Есть механизм для очистки картофеля. Сюда вставляли картофель, и так вот тоже его очищали. Есть лапшерезка, чтобы нарезать лапшу. Вот. Мясорубка практически не извинилась. И вот есть маслобойка для взбивания сметану в масло. Тоже. Здесь вот, например, есть емкость для хранения лука. Тут хранили лук. Вот. Ну и есть еще такая машинка для того, чтобы дистиллировать банки с помидорами, с огурцами. Туда внутрь вставляли банки с помидорами, с огурцами. Вот. Ну и потом есть еще то, что как-то связано со стиркой. Наверху вы видите такой аппарат, чтобы поглазить белье и высушить. Чтобы высушить белье. Вот. Здесь есть прототип стиральной машинки. Внутрь закладывали мыло, и так вот его спенивали, чтобы постирать. Есть вот прищепки у нас тоже. Ну и утюг. Это только одна из моделей утюгов. Вот. Это такая щетка, чтобы полы почистить. На колесиках. Вот. Есть фен фирмы АЛИК. И фирма, которая до сих пор тоже существует. Вот. Ну и есть полочка, в том числе для порошка Персио. Который уже до войны был здесь популярен. Вот. У нас в Синемзале тоже есть реклама порошка Персио. Реклама фирмы Персио. У нас самые разные спараты есть в музее. Есть, например, и такой бусорный банк. Здесь написан год, 34-й год. Есть, например, обыль в ригетах раньше был. Вот. Это все, все, все экспонаты, которые были в домах, которые связаны с домом. Вот. И если посмотрите вот на противоположную сторону, то там представлены экспонаты, которые связаны с игрушками, с детства. Здесь есть и деревянный собакат, и трехколяск, и он спирт. Игрушки практически не изменились. Это и кубики. Есть, внизу, даже мебель для кукол детская. Детская коляска. Здесь у нас еще представлены экспонаты, которые связаны с почкой. Этой датки, отрывки, письменной принадлежности. Можно каждый ящик открывать. Немецкий марки «Дювак». Мы тоже планируем в нем сделать экспозицию. Пока что у нас существует экскурсия на трамвае по городу. Точно такой же трамвай, только синего цвета. Мы проводим экскурсии по городу. У него внутри очень красивый салон. Все сделано из дерева. Вы наверняка заметили, что у наших ворот две проезжие части. Одна, чтобы въезжать в город. Другая, чтобы выезжать из города. Такое было двухстороннее движение. И наши ворота украшены скульптурами. Это скульптура магистра Тевтонского ордена. Главного рыцаря Тевтонского ордена. Он прославился тем, что перенес столицу ордена в замок Мальборг. Теперь этот замок находится на территории Польши. Один из самых красивых, самых больших замков из красного кирпича. И в правой руке он у себя держит как раз-таки макет этого замка Мальборга. А в левой руке указ о том, что он туда переносит столицу. И вот эта скульптура, она у нас подлинная. У нее только голова, часть руки и часть ноги были отреставрированы. А сама скульптура обозвенная. Сейчас вы увидите фильм под названием «Викторный футбук и покинет первую». Фильм будет длится 17 минут. Можно будет увидеть, как раньше выглядит город. Желаю вам приятного просмотра. Когда в фильме по сюжету вы будете проходить мимо аптеки, то будут зажигаться витрины в нашей аптеке. Будет зажигаться свет в нашей аптеке. Если по сюжету фильм вы будете проходить мимо ресторана, то будут зажигаться витрины в нашем ресторане. Поэтому желаю вам приятного просмотра. А после фильма мы продолжим наше искусство. Спасибо. Спасибо. Мы прогуляемся по фарму, как это любили делать жители Кёнигсберга, города Ферности и города Сада. Добро пожаловать в Кёнигсберг. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Цветной эмали. Город начал свою историю как крепость, которую основали тевдонские рыцари на чужой завоеванной земле. С тех пор в течение столетий дух крепости продолжал влекать над городом. В 1925 году история тевдонского ордена завершилась, но история, основанная в крепости Кёнигсберг, только началась. В 17 веке бывшие под стенами рыцарской крепости три средневековых города – Альштант, Лёбених и Кнайфхов – были навеки обучены единым кольцом оборонительных укреплений. На южной окраине города, недалеко от скотного двора, у дороги на Фридланд, был возведен вал с деревянными воротами, получившими название Фридландских. С тех самых пор Фридландские ворота стали частью оборонительного пояса Кёнигсберг. На протяжении столетий крепостные ворота были молчаливыми стражами истории города, впуская и впуская из него победителей и побежденных, союзников и врагов. В начале 19 века вместо обветшавших укреплений первого вального кольца вокруг города возбудится второй оборонительный пояс, превративший Кёнигсберг в крепость первого ранга. Новое вальное кольцо представляло собой сложную систему рвов, волос, бастионов, равелинов, редюитов, казарм и других фортификационных сооружений. Но не бастионы и равелины, а именно ворота стали символом Кёнигсберга, города крепости на оживленном европейском перекрестке. Самыми укрепленными из крепостных ворот были фридландские, стоявшие на тех путях истории, которые веками связывали город с Европой и Россией. Фридландские ворота имели мощные предмостные укрепления с подъемным мостом через ботный ров, кружинными и пушечными абразурами, эскарковую стену с дозорным путем, обширные казематы. Военная техника развивается быстрее, чем строятся крепости. В начале 20 века недавно построенные, но уже устаревшие укрепления оборонительного пояса были превращены в зеленый пояс парков и сперков. Фридландские ворота оказались в окружении большого ландшафтного парка. Город-крепость стал городом-садом. Город-крепосты, хоть и жили за стенами грятости, никогда не чувствовали себя ее узниками. Они любили музыку, спорт, но больше всего они любили прогулки. Город-крепост утопал в зелени садов и парков, считаясь одним из самых зеленых и здоровых городов Европы. История имеет не только время, но и место. Место крепостных фридландских ворот в старинном парке. Это особое послание Кёнигсбергу, города-крепости, ставшего городом-садом в наш 21 век.